Кофе Брейк 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 очень большую поэтому у меня долго не было так видно во всех этих скажем так движениях вот но как только я понадоблюсь я думаю я сразу открыть нас потому что невозможно не быть причастны и невозможно закрывать глаза и говорить что все так прекрасно и светит солнце хочется чтобы было конечно по-другому и к этому хочется прикладывать все усилия если взять точка отсчета 1 марта 2015 года и сейчас конец апреля 16 года как прошел этот год у нас мы был очень творческий я углубилась в немножко другие для себя скажем так вещи которые мне не свойственны не так много концерта было дано к сожалению вот но тем не менее мы периодически получаем такие дневные письма в ресурсах разных и мы конечно же даем концерты чтобы люди могли наслаждаться творчеством коллектива есть новые музыканты есть много скажем так людей единомышленников но я увлеклась очень сильно преподаванием и в этом году я открыла студию себе такую маленькую у меня были до этого конечно студии на теперь у меня свой вокальный зал полностью оборудованный где можно очень комфортно получать знания у меня есть свои студенты я расскажу тебе уже есть первые звездочки какие-то я занимаюсь скажем так повышением квалификации то есть я не всегда открываю скажем так кого-то я помогаю продвинуться в том что непонятно скажем так есть достаточно у меня опыта в этом вопросе я пишу книгу очень хочу все-таки запатентовать методику потому что чаще всего люди учатся по каким-то определенным школам по определенным методикам но нет чего-то уникального своего украинского вот не очень хочется это сделать я уже много времени так встанье скажем так пишу эту методику рано или поздно я ее закончу это дело жизни скажем так сочетание опыта и практики я преподаю порядка десяти лет и на сегодняшний день уже выработалась твоя какая-то линия обучения и свое видение того как должен звучать вокалист мне очень нравится строить голоса мне очень нравится помогать людям в тревогу я запел вот это вот самое приятное причем люди могут петь очень долго но они заняты больше скажем так как правильно спеть песню я это все называю больше одежды и вся эта мелизматика украшения но не забывайте самым главным постановка голоса никто не занимается так усиленно постановка и дыхание голоса а вот мне очень нравится вот какая черная тяжелая работа рутинная достаточно но она очень результативная потому что это и есть то выносливость это стабильность вокалиста которую вот можно подарить человеку это потрату были ваши учителя я насколько мне известно это было но такая тяжелая тяжелая напряженная работа были люди на которых вы равнялись не из которых брали пример нет такое количество огромное преподавателей со мной занимались все я очень часто во всех интерьерах перечисляю их благодарю я всегда вспоминаю музыкальное училище но я больше на сегодняшний день конечно же благодарна тому опыту который я получала в живых выступлениях с теми музыкантами которые в меня верили которые были со мной и с 16 лет фактически у меня есть опыт работы с живым коллективом и это куда большая практика чем какие-то обучающие программы ну и опять же наверное были у вас какие-то люди знаменитые люди мирового масштаба для много которые выражала это понятно но самообразование наверное тоже самообразование наверное очень много надо слушать музыки это вот мой главный совет всем кто поет начинает петь продолжает петь музыки я слышала огромное количество просто причем ну джаз я всегда болела джазом поэтому это столько было джазовой музыки что в голове уже на сегодня столько перемешалось что не всегда можно быстро отобрать какие-то воспоминания вот но помимо я никогда особо там не равнялась на каких-то кумиров или там вот я хочу петь как рейшел фэррелл не было такого просто я брала и пробовала и делала вот а больше меня интересовали такие вот методики углубленные там и в европе ездила узнавала всякие этнические фестивали то есть когда ты углубляешься в какую-то субкультуру скажем того что преподается это очень интересно в америке тоже мне удалось послушать специалистов причем я так понимаю что все люди с которыми я от общалась на тему это все люди большие специалисты в своих средах скажем так своей профессии да вот там где они находятся то есть я не настолько знала их для меня они не были супер знаменитыми на тот момент сейчас я понимаю что опыта очень много перенята это здорово огромное количество людей просто всех не перечесть поэтому а так вот кумиров на кого равнялась ну нет очень люблю музыку вот и все в любом ее количестве я хочу сказать нашим зрителям о том что мы общаемся с настей в канун всемирного джаза слово джаз насколько я знаю было упомянуто где-то в 1912 году в апреле 2 апреля 3 праздновать его начали только спустя сто лет и анастасия букину как в украине в украине так и в мире больше знают как джазовую исполнительницу как исполнительницу соло музыки да и правильно вот и в одном из наших интервью вы как-то сказали что все таки в одессе больше джаз исполнял не утесов как одесситы не любят да все таки джаз расцвел где-то примерно лет двадцать двадцать там с хвостиком небольшим назад да мы так раз обсуждали год назад если я не ошибаюсь и просто принято считать что утесов был первый кто скажем так подарил вот это вот звучание оркестра состава и я думаю несправедливо говорить что не он скажет так начал всю эту историю джаз был и 40 лет назад потому что скажем так это не совсем джаз в одессе да это джаз общий советский советского союза и эти прекрасные исполнители до сих пор творят фантастическую совершенно музыку юрий кузнецов аркадий жил опер волков владимир огромное количество люди которые уже ушли горонян оркестры то есть музыки такое количество было это здорово что она последние 20 лет только продолжает то дело которое начали давно поэтому не совсем наверно верно будет сказать что она расцвела вы нет не расцвела то просто нашлись прекрасные люди которые продолжают это дело и творят то есть джаз был есть и будет в одессе хочу спросить что для вас значит композиции summer time ну во первых это наверное главный гимн вообще джазового мира потому что кого не спросишь что такое джаз я самур тайм скажем так это уже такое как маячок но для меня она больше знать это и я очень часто кстати об этом говорю и но это такая милая история которые у них не может и забыли не знаю понимаете мотивы и упомянуть я так смеюсь всегда говорю что у меня с темы summer time началась моя джазовая карьера причем прямо в зале филармонии я с мамой часто ходила на концерт и мама говорит что на меня носила на концерты с 8 месяцев вот я всегда просилась где быть хвостиком к маме и приехал новосибирский big band я слушала внимательно чего они там играют и потом началась тема такая пауза и значит в паузе еще не понятно то есть я узнала композицию видимо очень много звучало джазовой музыки и я в паузе запела сам это зал засмеялся взорвался аплодисменты потому что это был ребенок из зала из четвертого там ряда какого-то или пятого зазвучал детский голос повторил первую фразу этой вокалистки вокалистка улыбнулась вот и они сыграли тему summer time то есть я могу сказать что эта тема помогла мне в жизни потом в концертах вы ее повторяли я всегда пою саммир тайм мы поем ее с юрочкой кузнецова мы очень любим эту тему и особенно тем что можно всегда что-то новое привнести и есть миллионы исполнений темы summer time и для меня это прикоснуться к прекрасному какая-то такая глубокая вот как океан погружаешь я даже своим ученикам вот мы разбираем когда тему самый так когда мы начинаем учиться джазовой музыки то мы сначала разбираем насколько глубокий текст в этой песне вот это настроение с которой пелась это колыбельная гершина в первую очередь и вот какие надежды в этой песне посылается и вот после этого сразу открывается такая палитра чувств у каждого человека точно я знаю как спеть эту тему каждый знает себе свое и все поют summer time по-своему я не могу не трет не могу не могу не спросить потому что я не помню у кого в каком издании было написано цитата вашего интервью что вы прогреть прокричали по кому-то чиновник и возможно это было и лицея гончаренко что я буду для вас петь столько сколько вы захотите только сделайте что-нибудь это было это правда было такое или это уже журналисты наши что-то придумали интересно кому я могла прикрыть кричать или в этом это угрожали или нет угроз петь только сколько угодно у меня не было никогда все знают что я отзывчивый человек и всем я спою независимо от того помогал мне кто-то или нет если нужно мое творчество я всегда им делюсь и в принципе редко бывают случаи я не знаю если люди которые могут сказать что мы отказали кому-то там будь то благотворительный концерт или еще что-то но так чтобы я мне повезло мне не приходилось никогда даже вот в этой трагичной для меня ситуации никого ни о чем умолять мне все действительно мне помогли люди и я рада что они просто были на моем пути вот и все а так чтобы ну нет я о том что благотворительность она должна быть как мне кажется достаточно личным чем-то и очень много людей которые мне помогали они посчитали нужным остаться совершенно инкогнито и как бы я не хотела периодически озвучить сколько людей мне даже наоборот в то время звонили и говорили не надо и вот мне кажется что вот такой должна быть благотворительность когда хочется чем-то помочь мне кажется нужно это оставить в тайне и не делать из этого большой пиар и я никогда бы не стала кого-то там кто мне действительно помог против его воли там пытался пить дифирамбы это уже не имеет значения человек помогает тогда когда он может и хочет это сделать а уже как отблагодарить это уже дело совершенно другое и я думаю что за благотворительность отблагодаря от совершенно другие силы кстати не так давно назад на этом месте мы общались с продюсером александр махером и тоже был вопрос о благотворительности и он привел пример какой-то восточной мудрости о том что по моему японии говорят что делай добро и бросай во воду кому она приплывет тут в нем и нуждается тебе уже неважно вот это очень мудро это очень мудро мне тоже так кажется это такие вещи очень сугубо личные и по моему распространяться о них просто некорректно это прекрасно благотворительность это заниматься благотворительностью для артиста это в принципе мировая практика многие помогают каждый в своей отрасли выбирая для себя какую-то дальнейшую и насколько важно каждому артисту заниматься благотворительностью или все же он должен созреть мне очень жаль когда коллеги делают это ради какого-то пиара очень часто бывают какие-то акции благотворительные очень громкие от которых я последнее время начала отказываться как-то вот но деликатно пытаться не участвовать потому что если это будет какая-то очень шумная помощь то мне не кажется что в эту с одной стороны это привлечение внимания общественности какой-то конкретной проблеме но очень часто осуждают в пиаре ради такого и так как я ну все-таки часто причастна к подобным концертам и подобного вот мероприятием то я стараюсь вот максимально из этого не делать какой-то шумихи и если есть возможность чтобы это все они снимали чтобы это не рассказывали потом об этом какие молодцы артисты то есть это не то что нужно созреть это зов каждого но я считаю что такие вот концерты или вот куда-то походы что-то делание скажем так артиста да это привлечение внимания общественности той или иной проблеме и по-другому донести мне сложно артист это так скажем так голос до того тихого горя которое где-то произошло и вот чтобы как-то его донести и как-то озвучить конечно же артисты могут очень серьезно в этом помогать но только не делая из этого какой-то супер пиар ну как мне кажется насколько мне известно в середине мая у вас день рождения тебя вот я думаю что наша программа выйдет краска на вашего дня рождения чего бы пожелала себе певица анастасия букина и чего бы пожелала себе молодая женщина одесситка насти букина мы себе я бы конечно пожелала чтобы этот год у меня прошел наконец-то знаком семьи чтобы у меня появилось больше свободного времени для проведения каких-то личных для себя я очень хочу время для себя я не могу сказать что я устала от какого-то количества концертов я от этого никогда не устану но мне очень хочется почувствовать себя женщиной все-таки уже молодая но взрослая поэтому хочется уже немножко других радостей и я созрела больше какому-то семейному скажем так семейной реализации нежели к каким-то концерт конечно же будут мы не будем сокращать количество концертов и мероприятий и всем кому нужна наша помощь мы обязательно отзовёмся но очень хочется чтобы появилось время для себя и для семьи такое себе пожелание спасибо настя что провели свой кофе брейк вместе с нами я напомню у нас в гостях была певица композитор солистка одесской филармонии анастасия букина мы были в нагарни кавярни на екатериниска 77 здесь всегда очень вкусный кофе и самые интересные книжные новинки а если вас заинтересовала тема которую мы сегодня обсуждали о джазе о благотворительности жизни а по 10 так заходите к нам на сайт оставляйте свои комментарии даже если вам что-то не понравилось обязательно оставляйте свои комментарии звоните в редакцию одесса life of you a и и и и и Субтитры подогнал «Симон»